За этими швейными машинками работают только мужчины. Все они отбывают срок 26-й исправительной колонии строгого режима. Шьют по заказу спецодежду, сумки и рюкзаки. Задача производственного сектора уголовной исполнительной системы состоит в том, чтобы привлечь максимальное количество осужденных в труду, чтобы они могли работать, зарабатывать денежные средства, оплачивать те иски, которые получили в результате совершения преступлений. И максимальное количество человек, которые мы можем привлечь, это на швейном производстве. Сейчас на швейном производстве трудится порядка 160 человек. Совсем скоро за машинки сядут еще 64 осужденных. В 26-й колонии открылся новый цех, уже оснащенный современным оборудованием. Планируется, что в месяц здесь будут шить от 500 до 1000 рабочих костюмов. Кроме того, станут изготавливать жилеты для спецподразделений. Руководство исправительного заведения заверяет, что мужчины с шитьем справляются ничуть не хуже женщин. Очень неплохо получается. Заказчики довольны той продукцией, которую мы здесь делаем, изготавляем. Продукция различная делается. Это и костюмы спецодежды, и сумки, и рюкзаки. И для собственной нужды уголовного исполнения системы шьем форменную одежду для осужденных. Качество, в принципе, не хромает. И защита у мужчин, даже сказать, ненасколько не хуже, чем, наверное, и женщины шьют. В последние годы осужденные охотно берутся за работу. Ведь перед тем, как сесть за швейную машинку или встать к станку, они получают специальное образование и диплом государственного образца. За свой труд они получают не только зарплату, но и возможность раньше покинуть места лишения свободы. Трудоустройство на производственную зону рассматривается как один из положительных при подаче на условно-досрочное освобождение, на замену более мягким наказаниям, это принудительная работа и колония-поселение, на также условия содержания внутри колонии осужденных, строгие, обычные, облегченные, в которые уже в свою очередь регулируют количество передач, получаемых осужденным, количество свиданий. В перспективе планируется брать заказы как от коммерческих структур, так и от государственных органов исполнительной власти. Некоторые договоры на поставку изделий из-за колючей проволоки уже заключены. Светлана Тимофеева, Николай Сидоров, События.